Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале. И сегодня очередной выпуск об Игре Престолов. Сегодня хочу рассказать вам о валерийском языке. Высокий валерийский язык – это язык валерийского фригольда, государства, которое когда-то занимало большую часть континента Эсоса. Во время завоевательных войн валерийцы заставляли побежденных учить их язык. После рока валерии, который случился примерно 400 лет назад, валерийский фригольд был уничтожен. И на высоком валерийском перестали разговаривать. Он стал просто лишь языком фольклора. Его знают только очень образованные люди. Также на высоком валерийском предпочитают разговаривать между собой красные жрицы. Речь потомков валерийцев спустя века значительно изменилась и превратилась во множество диалектов, которые в общем называют низким валерийским языком. В Эстеросе мало кто говорил на высоком валерийском. Известными носителями высокого валерийского являются Дейенерис, Миссандея, Варис, Мелисандра. Для сериала валерийский язык был создан Дэвидом Петерсоном. Он изобрел не только валерийский, но и диалекты низкого валерийского языка. В мире книг и сериала высокий валерийский является аналогом латыни. В книгах упоминается, что высокий валерийский изучали Тириан Ланнистер, Сэмвол Тарли, Ария Старк. Они читали книги на этом языке, которые можно было найти в некоторых замках, в том числе и в Винтерфелле. Таргарины после захвата Вестероса начали говорить на общем языке. Однако в третьем сезоне сериала, когда Дейенерис заслужила доверие войск обезупречных, она дает им приказ на высоком валерийском. А когда продавец этому удивляется, ведь во время обсуждения он общался с ней через переводчицу, она отвечает, что в ней течет кровь в валерии, а валерийский ее родной язык. Драконы, не рабы. Ты говоришь на валерийском? Я Дейенерис Бурерожденная, из дома Таргариенов. Во мне кровь древней Валерии. Валерийский мой родной язык. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Спасибо, что были со мной. Всем пока и до следующих роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова